Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Работники МЧС спасли и эвакуировали уже более 600 граждан. Остановимся на более значимых происшествиях минувшей недели. В понедельник днем, отдыхая в парке Дружбы Народов, семья Минчан задела гнездо ООС. В результате личной неосторожности укусы рук и ног получили бабушка и мама, а также двое детей 3 и 7 лет. Бригадой скорой они были доставлены в больницу. К счастью, все обошлось и после обследования их отпустили домой. Работники же МЧС проводили работы по ликвидацию осиного гнезда. Каждый год горожане сталкиваются с так называемой осиной проблемой. Пик вызовов на ликвидацию осиных гнезд приходится на август-сентябрь. Это наиболее активное время для таких крылатых. Только за минувшую неделю минские спасатели более двух десятков раз выезжали на уничтожение гнезд, шершней, шмелей и ось. Но для МЧС уничтожение осиных гнезд не является прямой обязанностью. Это не чрезвычайная ситуация. А вот если насекомые угрожают жизни человека, например, кто-то разворошил гнездо, а как в случае с семьей в парке или в квартире есть дети, а родители не могут к ним попасть из-за шершней, работники МЧС выезжают незамедлительно. Также спасатели ликвидируют гнезда насекомых в дошкольных учреждениях, домах престарелых и инвалидов, больницах и некоторых других социальных объектах. Если же осы завелись непосредственно в жилье граждан, например, под оконными карнизами или у вас на балконе, то в большинстве случаев исправлять ситуацию придется самостоятельно. Если же гнездо появилось в местах общего пользования, тогда необходимо обращаться к коммунальщикам, так как за вопросы санитарного состояния и избавление от насекомых отвечает собственник и балансосодержатель здания. МЧС советует гражданам постоянно следить за своим жильем и не допускать, чтобы насекомые устраивали там свои гнезда. Появление крысы из унитаза не байка из резряда страшилок, а вполне себе реальность. С такими случаями нередко сталкиваются жители нижних этажей зданий, хотя бывает и так, что таким способом крыса проникает и выше. Удивляться этому факту не стоит. В понедельник спасателей вызвал хозяин квартиры на первом этаже по улице Жудро. Вернувшись домой вечером, мужчина обнаружил в санузле крысу и сразу же позвонил по номеру 101. Оперативно прибывшие работники МЧС извлекли почти 40-сантиметрового грызуна из санузла. Позже ее выпустили в зеленой зоне улицы Притыцкого. Минск чрезвычайный. И еще одну операцию по излечению на этот раскота из вентиляционной шахты в кухне квартиры по улице Парниковая провели во втором часу ночи во вторник работники МЧС. Хозяин квартиры понял, что самостоятельно животное выбраться не сможет и вызвал спасателей. Кот оказался очень толстым и застрял, что называется, намертво. Чтобы достать усатого, не ломая стену, спасателям пришлось изрядно потрудиться. Все закончилось благополучно и животное не пострадало. В среду пожар случился на творческой стройплощадке. Утром на проспекте Машерова загорелось бывшее здание молодежного театра. Возгорание произошло на крыше. Сгорели обрешетка и утеплитель на кровле на площади 50 квадратов. Спасатели оперативно ликвидировали пожар, никто не пострадал. Уже сейчас ясно, что причиной происшествия стало нарушение правил безопасности при проведении огневых работ. Напомню, здание находится на реконструкции. Вероятно, это ЧП еще отсрочит сдачу культурного объекта. Необычная спасательная операция развернулась четверг в одной из квартир на улице Ландера. Работникам МЧС пришлось помогать хозяйке, которая в своей газовой плите обнаружила змею. Инцидент произошел около 10 утра, когда пенсионерка вместе с дочерью пришли на кухню выпить чаю. Стоя у конфорки, женщина услышала странное шипение и даже увидела хвост. Приехавшие на место спасателей достали присмыкающиеся при помощи специального инструмента. Оказалось, что это гадюка. Во время инцидента никто не пострадал. Каким образом гадюка проникла в газовую плиту, установленную в квартире многоэтажного дома, пока не установлена. Как действовать в случае, если к вам домой заползла или укусила змея, читайте в разделе, что делать в приложении МЧС Беларуси помощь рядом. Скачать приложение можно из PlayMarket. Минск чрезвычайный. Вся оставшаяся часть минувшей недели прошла в городе спокойно, и значимых по своим последствиям происшествий в суточных сводках спасателей не зафиксировано. В заключение, хотелось бы напомнить, что эти дни в республике продолжается профилактическая акция каникулы без дыма и огня, направленная на предупреждение пожаров по причине детской шалости с огнем, гибели и травматизма детей в период летних каникул. Берегите себя и своих близких. До следующего вторника. Пока! Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Минск чрезвычайный. Минск чрезвычайный. Субтитры создавал DimaTorzok